всем привет вы на канале цветочное счастье и сегодня небольшой ролик о выращивании овощной рассады кто со мной на канале знает что помимо цветочной рассады я немного для себя выращиваю и овощную это томаты болгарский перец баклажаны огурцы ну и сегодня видео хочу сделать вам обзор и показать как выглядит вся моя рассада на начало марта я произвела уже много работ то есть у меня перца баклажаны перевалены в больший объем появились сходы огурчиков для раннего урожая и не так давно я сделала пикировку сразу скажу в каких условиях я выращиваю овощную рассаду но это для тех кто впервые со мной на канале вся рассада у меня расположена вот в таком стеллаже парнике здесь армированная пленка и несмотря на то что в комнате где-то градусов 18-20 то здесь температура 25 градусов подсветка в течение 14 часов абсолютно для всех моих растений и так начну с болгарского перца как раз с посевом болгарского перца я открыла сезон 2023 как и в предыдущих сезонах я выращиваю перец и баклажаны без пикировки то есть я проращиваю семена но это в основном касается болгарского перца проращиваю семена семя раскладываю на в грунт были у меня до этого 100 граммовые стаканы и по мере заполнения корневой системы сделала именно 100 граммового стаканчика сделала перевалку уже в больший объем вот в такие стаканы бочонки три дня назад какой грунт составила для перевалки это торф агроболце в синей упаковке верховой нейтрализованный биогумус и живая земля от теравита добавила еще агро перлит и состав грунта у меня был абсолютно в равных пропорциях единственный но очень важный момент я это делаю не только с овощной рассадой но и когда выращиваю цветочную рассаду то есть до момента перевалки когда наше растение находится в предыдущей емкости я слегка его поливаю и высаживаю в абсолютно сухой субстрат заметила что корни по сухому грунту растут намного быстрее ну вот так вот корни показались я говорю спустя три дня и еще я не поливала вот как раз или сегодня вечером или завтра с утра буду заниматься поливом точно также у меня сделана перевалка и баклажаном и здесь декоративные острые перчики и также вот три штучки а перца а бараний рог на сегодняшний день возраст рассады баклажан ровно месяц 5 февраля я посеяла семена в кассеты размер кассеты это примерно 100 граммовый стаканчик в один день вместе с болгарским перцем я сделала перевалку в 0 5 стакан и тоже видим вот такие уже корни через три дня это все благодаря тому что грунт я составила таким образом чтоб он получился легкий рыхлый воздушный и в то же время питательный если будем соблюдать агротехнику то есть это состав грунта и в будущем конечно отрегулировать полив мы получим крепкую и здоровую рассаду ну и не забываем о подкормках рассаде болгарского перца некоторым экземпляром месяц и неделя но основная часть также возраст это месяц как и баклажаном теперь такой вопрос чем буду подкармливать для роста и развития ну прежде всего первое удобрение будет внесено у меня с поливом это с высоким содержанием фосфора несмотря на то что я цветочную рассаду выращиваю в этом сезоне на профудобрения для овощной рассады я оставляю свою старую отработанную схему то есть с поливом буду вносить монокалий фосфат разводить по инструкции ну я делаю 2 грамма на 1 литр и пролью в каждый стаканчик по чуть-чуть буду поливать понемногу как это делаю с другими своими растениями чтобы не было ни в коем случае перелива корни дышали росли и развивались ну в моих условиях вот в которых находится рассада у меня полки немножко подогреваются от ламп поэтому полив будет где-то раз в неделю так далее теперь очень важно дать самые такие ну на мой взгляд важные элементы на начальном этапе развития это вот такая селитра кальцевая это удобрение я буду давать по листу можно даже одновременно то есть завтра буду поливать под корень монокалий фосфат и тут же сделаю обработку по листу селитрой кальцевой разведу 0 5 на 1 литр через 7 дней дам подкормку селитрой калиевой с микроэлементами тоже 0 5 на 1 литр и еще через 7 дней да вот такое тоже всем известное удобрение это сульфат магния магний и сера можно воспользоваться макбором но у меня сульфат магния буду разводить 2 грамма на 1 литр а магбором я поливаю то есть делая опрыскивание уже взрослых растений когда находятся они на грядках так пока схема подкормок на данный момент у меня такая конечно еще важно позаботиться для того чтобы обезопасить наши растения от вредителей сегодня мы видим чистый зеленый листик а завтра может все измениться чтобы этого не допустить я буду делать обработку раз в 10 дней но сегодня у меня препарат фитоверм разводить буду по инструкции то есть 4 миллилитра на 2 литра воды это против паутиного клеща табачного и западного цветочного трипса и сделаю обработку по листу а добавлю две капли циркона и в общем буду раз в 10 дней не забывать это делать посеяла я несколько стаканчиков огурцов это для раннего потребления то есть здесь три сорта огурец шатер городской и апрельский это все партенокарбические сорта ну очень ранее то есть 35 38 дней они вступают в фазу плодоношения что касается рассады томатов в этом сезоне я решила разбить посев в два этапа то есть первый этап у меня вот уже раз пикирован сегодня я сделала пикировку ну а второй этап посева будет немножко попозже посеяла для раннего урожая я томат оля f1 но мне очень понравился этот гибрид я решила и посеять его в этом сезоне но правда схожесть меня не особо порадовала то есть в прошлом году было сто процентов в этом году 50 посеяла также детерминантный томат большая мамочка и так как у меня гибрид оля не очень хорошо взошел то я досеяла вот такой томат массара но он находится еще у меня вот в таких стопочках но здесь схожесть из 5 5 я посеяла два таких стаканчика но пикировку буду делать конечно попозже сил атоматы повторюсь 20 февраля пикирую я таким образом также по два сеянца грунта насыпаю это тоже стакан бочечка 0 5 грунта насыпаю половина и по мере подрастания томата грунта буду подсыпать таким образом мы получим томат с отличной развитой корневой системой потому что томаты у нас наращивают корешки по всему стволику грунт составила точно такой как для болгарского перца то есть торф агробалт биогумус и живая земля от теравита и также добавила агроперлит но в плане подкормок все то же самое как и для рассады болгарского перца и баклажан но вот так дорогие друзья вот такое видео вам решила снять показать все о том как я ухаживаю за своей рассадой если интересно оставайтесь на канале подписывайтесь будем дальше выращивать как овощную рассаду так и любоваться цветением цветов я прощаюсь всем пока пока